Я в Тарту! Но сначала, как я до сюда подобрался? Позавтракав и проехав два с половиной часа на автобусе, я приехал в культурную столицу Эстонии. Что ж, сегодня я на экскурсии, поэтому времени у меня не очень много, хотя Тарту город не маленький. Так что сегодня мы пройдемся по основным местам, заодно прогуляясь по весьма красивым зимним улицам. Что ж, погнали! Но сначала, как всегда, немного полезной информации. Тарту расположен в юго-восточной Эстонии на реке Маиги, которую вы можете видеть. Также Тарту является вторым по численности населения городом в Эстонии после Таллина. Также Тарту – это административный центр уезда Тартуна. Численность населения на 2020 год составляет 95 190 человек, а площадь Тарту составляет 39 квадратных километров. Итак, давайте начнем наше путешествие по Тарту с Ратушной площади. Оказавшись в Тарту в декабре, первым делом вы обязаны посетить Ратушную площадь. И не потому, что она находится в исторической части города. И не потому, что в 13 веке на ней располагался общественный колодец. А потому, что здесь расположился удивительной красоты рождественский городок. Также на площади расположился так называемый падающий дом, который является Тартуским художественным музеем. Кстати, падающим его называют потому, что построено в 1793 году здание со временем начало наклоняться в сторону из-за разницы материалов, использованных при создании фундамента. Однако, после реставрации, проведенной польскими специалистами, здание прекратило свое падение. По дороге к Тартускому ботаническому саду, с правой стороны вы увидите церковь Святого Яна, одну из старейших церквей Эстонии, ведь первые упоминания о ней датируются 14 веком. Вот мы и пришли. Весьма красиво. Ведь, как указано в брошюрке, здесь произрастает более 10 тысяч видов различных растений со всего мира. А это, я могу вам сказать, достаточно много. Также стоит отметить, что для посещения теплиц необходим билет, а насладиться прогулкой по саду можно бесплатно. Ну и я, как бюджетный турист, посещу только уличную выставку. Конечно, зимой здесь почти не на что смотреть, но все равно здесь реально красиво. Ну а для тех, кому интересно, внутри все выглядит примерно так. Весьма неплохо, скажу я вам. Ну а если пройтись по улице Кронуая на запад, то мы наткнемся на Домский собор Тарту. Домский собор Тарту был основан в 13 веке. И сейчас частично разрушен. Однако в восстановленной его части располагаются музеи Тартуского университета, о которых чуть позже. Также Домский собор внесен в государственный регистр памятников культуры Эстонии. Только подойдя впритык, понимаешь все величество данного сооружения. Ладно, теперь поговорим о вышеупомянутых музеях Тартуского университета. Почему музеи? Оказывается, это музейный комплекс, в задаче которого входит сбор, экспонирование и изучение научных материалов Тартуского университета. Стоит отметить, что обсерватория Тартуского университета также входит в этот комплекс. Немного пройдясь на север, мы увидим два очень интересных моста. А интересны они из-за своих названий. Вот он, Чёртов мост. И это не прикол, это его официальное название. Данный мост является памятником российскому императору Александру I и 300-летию Дома Романовых. А вот и Ангелов мост. Он же является памятником Георгу Фридриху Пароту. Или Пароту. В общем, организатору восстановления и первому ректору Тартуского университета. Да уж, не знаю, что у них там с мостами, но раз уж так, давайте посетим. Так называемый Карсильд. Как по мне, этот мост весьма красив. Именно поэтому я акцентировал на нем такое внимание. Ну а так, это пешеходный мост в Тарту, который соединяет центр города и район Улье. Мост был построен в 1957-59-х годах на месте разрушенного во время Второй мировой войны Каменного моста. А теперь... Ну вы серьёзно, ребят. Ну а теперь давайте непосредственно поговорим о самом Тартуском университете. Тартуский университет был основан в 1632 году. И за этот промежуток времени он успел поменять немалое количество названий. Сначала он был Дербский. С 1802 по 1893 года. Потом Юрьевский. С 1893 по 1918 года. Ну и с 1918 года он получил своё современное название. То бишь Тартуский университет. Большая часть университета располагается в Тарту. Однако он также имеет кампусы в Пярну, Вилленде и Нарве. И не такие кампусы. Это нечто другое. Что же я могу сказать насчёт этой поездки? Как я говорил ранее, я был на экскурсии. Поэтому время у меня было весьма ограничено. Три часа на всё про всё. Однако, к моему удивлению, я успел не только отснять необходимый материал, но и прогуляться и насладиться этим прекрасным городом в зимнее время года. Безусловно, я не рассказал обо всём. Например, я не упомянул об Ахакескусе. А также о жилых районах. К сожалению, на это у меня просто не хватило времени. В целом, мне моя прогулка по Тарту очень понравилась. Надеюсь, как и вам. И что же я могу сказать-то в самое заключение? Тарту – культурная столица Эстонии. Экстренное включение. Ребят, кто в теме, прогуливаясь по набережной Маиги и замечая здесь вот этот знак. Что это такое?